Возврата напомнить, что есть другая жизнь, жизнь любви Божией, что Иисус умер за грехи людей и воскрес в третий день. Это главная радостная весть. И выход всегда есть прийти с покаянием к Богу и знать, для чего ты живешь. Жизнь человека не заканчивается этой жизнью. На той стороне, потусторонний мир называется, верующий в Сына Божий иметь жизнь вечную, а неверующий не увидит жизнь, но гнев Божий пребывает на нем. Вот так. Почему в Евангелии от Марка, 16 глава написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Это никуда не денется, что сегодня человек обкурился, намазался и думает, все так и будет. Не будет. Мне 81 год. А спроси, как жизнь прошла? Она промелькнула только. Хотя в моей жизни были такие повороты, где приходили целые поля засеивать. Вот вы не знаете ничего этого. Вы зайдите на наш, у нас есть YouTube канал у меня, самый большой в интернете. У нас 19 800 роликов. Мы строим православную деревню с нуля. А погибло 31 тысяча сел. Это никто не занимается. Получили статус, сами школу построили, дороги восстанавливали. Без Путина. Мы за них только молимся, а не ругаем. Вот я начальник детского... А? Ты еще СССРовский, да? У тебя паспорт нет, СССРовский. Все есть. Все. Правильно. Да. Вот мы православные христиане. Слушай внимательно. Православные христиане. И мне Господь позволил истребить слово проблемы. Я его не поминаю нигде. А почему? А тем американизмом нам не нужны. Я заменяю словом нерешенный вопрос вместо этого слова. Вот выступает, говорят, Нургвалеев, министр бывшей внутренних дел Российской Федерации. В стране 3 миллиона беспризорников. Ну а что сделаешь? Это проблема. Не проблема. Мне Господь позволил организовать детский православный лагерь и 48 лет без помощи государства вести. Тысячи детей поднять. Ни одного у нас развода, ни одного аборта. Хотя за перестройку в стране 120 миллионов абортов. Это трагедия страны. Во Вторую мировую войну во всем мире погибло 55 миллионов. А здесь в утробе женщины и в вагине погибло 120 миллионов. И молчат. Проблема? Никакая не проблема. Решать вопрос надо. Как? Воспитывать детей. У нас нет ни одного развода, ни одного аборта. А в стране разводов 86,5%. А когда жена Ленина, Крупская говорила, 17% это национальная трагедия. У нас больше миллионов бывает каждый год. Пришла комсомольская правда, с разворот написано. Если бы большевики не победили в 1917 году, нас бы было 650 миллионов. Полмиллиарда какой змей сожрал? Не то, что наелся, а теперь чужих баб плавлю здесь зловоним. Мужики половина голые в рулетке. Процентов 90 мусульмане. Самое разбратное, самое боязливое все здесь. Первые христиане в мире здесь. Первые в мире христиане евреи. Потом приняли от них греки. А в 4 веке от Григория. Григория армянская постоличная церковь. Вы не путайте. А Россия только в 10. Первые приняли евреи. Апостолы евреи. А в эту сторону, к нам, к северу, первые армяне приняли. Потом грузиня. В 301 году. Да. А Россия только через 700 лет. Да. Ну и вот. Мы говорим о том, что церковь, это не секта. Ко мне зашел тут американец как-то и говорит, в Америке 21 тысяча разных наименований. Деноминации конфессий. Я говорю, нет таких слов. Есть слово вера и ересь. Под словом разной деноминации конфессий скрыт слово ересь. Это еретики. Согласен. Дедушка, а вы здесь что делаете? Пропагандируете? Слово пропагандирую касается тех, которые в Бога не верят. А у верующих определенно повеление от Бога. Он говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Я вот проповедник, миссионер, 50 уже в 8 лет, как Евангелие в руки мне дали. И в прошлые годы, когда ничего нигде не было, проблемы с необразованностью, я этого не знаю. Господь позволил мне написать 38 томов книг, преподавать одновременно в 5 университетах. И вы зайдите на наш ютуб-канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Вы найдете «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. А вы где живете, дедушка? Живем мы в городе Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Я понял. Долгих лет вам здоровья. Спаси Христос. А вы где живете? В Невеереване? Нет, город Ставрополь. Ставрополь есть там. Мне Господь позволил услышать голос Божий. И вышедшие у меня книги, 38 томов, а они вместе стоят 750 евро. Мы подарили 650 библиотек мира. Дошли до Владивостока, оттуда Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика. И в Ереване были, там мои все книги есть. И в Ставрополе есть. Ставрополь. Вы можете зайти в Национальную библиотеку и спросить. А почему? Никаких проблем. Слово Божие. И когда я издал, первый в мире, первую в стране издал архипелаг ГУЛАГ, брал интервью репрессионных, мне пришлось пройти пять тюрем и лагерь. За Слово Божие. И поэтому, думаешь, проблема с преступностью. Надо идти работать. Я пошел помогать. Мы работаем, дедушка. А? Мы же работаем в полиции. Ну, а что, не буду жить? Живем в этой стране. Нам по неволе надо думать. Давайте каждый что-то делать. Обстановка изменится. Путин нам не будет дороги восстанавливать. Мы должны сами работать до седьмого пота. А он будет деньги зарабатывать. Об нем не надо судить. Нам дано повеление молиться о правителях. И мы это делаем за всех. Вот я говорю, в Российской Федерации есть один руководитель одного региона, который запретил законодательно делать аборты. Кто это такой? Кадыров. Абсолютно правильно. Рамзан Ахматович Кадыров. Это он не по звездочке, который на груди герой. Он внутренний герой. Недавно открыл целый комплекс в православной церкви с священнослужителем на берегу Отера или где. Перерезает ленточку. У меня от него благодарность есть. Я ему все книги подарил. Молодец. Молодец, Рамзан. Надо молиться, и у нас будут друзей много. А не так, тот враг, другой враг. А я вроде все, ничего не делаю. Лежу и сплю. Дедушка, а вы сейчас заметили, как сейчас очень стали изменять веру? Заметили, дедушка? Да что заменять? Замещать. Применять мусульман. Мусульманство стали принимать очень много людей. Заметили? Я 48 лет, начальник детского лагеря. 48. Без помощи государства, ни рубля не дали. У нас главный лозунг. Россия должна встать. Россия – это мы. А что замечать? Я поэтому знаю подрастающее поколение, а ведя занятия среди университетов, я вижу подрастающих уже студентов. Бога нет. Все позволено. Как в братьях Кармазовых. Как в братьях Кармазовых. Молодежь – атеисты сейчас. Ну как, это истина Господня. Мы должны Бога слушать, молиться. Я спрашиваю мусульман, что у вас самое главное? Они не могут ответить. Я говорю, пятикратный намаз, а у нас девятикратный. И после каждой сто поклонов. И тогда дурь в башку-то не лезет. Ты будешь видеть нуждающихся в твоей помощи. Понял. Хорошо, дедушка. Доброй ночи. Так, если... Хочу, ребята, хочу сказать вам. Если вы пожелаете встретиться, то в скайпе, Игнатий Лапкин, два слова зарядите, и вы на меня выйдете. Все, договорились. С Богом. Спасибо. Да, с Богом. Вы верующий? Нет, в какого-то гварда. У вас такая книга дома есть? Да, 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 да. А вы можете показать ее? Наверное, на работе. А, на работе. Она нам отвечает на главный вопрос нашей жизни. Для чего мы родились в этот свет? Да. А ты с какого города, дед? Не из какого, а в каком, наверное, знать. Если я откуда, так это другой город назову. Это город Барнавол. А куда? Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Охренеть. Ни хрена себе. Нам есть, что сказать людям о вере. По вере нам Господь позволил начать созидать на пустыре новую деревню, верующую, православную, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Вот у меня такой вот вопрос. Я всегда им задаюсь. Вот Бог создал Адама и Еву, да? Да. Кто создал Бога? Бога никто не создал. Иначе он не будет Богом. Он вечный, безначальный. Как он появился? Я ответил вам уже. Ну, вот как он появился? Ну, никак. Как можно говорить, как? Когда никак. Он вечный Бог. Всегда и был, и начала никакого нет. Он безначальный. Ну, такого не бывает. Он создал. Ну, все, значит, ничего и нет больше. Этот вопрос один Господь оставляет для себя, а остальное все отвечено. Он создал. У вас, если этого нет Бога, не знаете. Все остальное под загадкой. Откуда комар, откуда кит? Откуда слон, откуда жираф? Вам уже никогда не ответить. Ну, вот я всегда задаюсь этим вопросом. Он создал их, а кто создал его? Никто. Он вечный. Я третий раз вам говорю. Написано, он безначальный один во Святой Троице. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Но это не три Бога один. Троица святая, неизреченная. И в это верят сегодня два миллиарда? Да, это кто? Ну, человек был или кто? Вы Библию считаете? Там все сказано. Ну, в Библии писали это уже люди. Писали? А как писали? А как они писали? И вот сел и начал писать? Ну, и я там уже... Вот скажите, сейчас все люди на Земле, которые соберутся, ученые все и скажут, что будет на Земле через сто лет. Ни один не скажет. А Библия говорит за две тысячи лет назад, как будет сейчас жизнь и с чем кончится она. Как человек писать может это пророчество? Рукой человека Бог двигал, Дух Святой. Ну, вот у меня вот такой вопрос. Ну, вот как вы считаете, вот человек, молекулы, животные, млекопитающие, кто он? Никто. Бог создал все. И говорят... Ну, а он кто? Я вам уже четыре раза говорю. Отойдите от этого вопроса. Вам клин сатана в мозги вбил. Зачем вам это нужно? Ни один человек даже задавать вопрос не должен этот. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Евангелие Тиана, 1-й стих. Это все безначально единосущная троица, нераздельная, не слиянная. Мы только можем говорить и верить в это, а не знать. А если мы будем знать, вера кончилась, вера не нужна, тогда я узнал. Ну, вот я загадываю постоянно. Ну, а хорошо, откуда материя взялась? Из которой материя началась? Откуда Земля? Откуда планеты? У вас ни один вопрос не отвеченный. Главный вопрос не отвечен. Для чего человек родился? И откуда у него разум? У природы разума нет. Откуда у человека разум и совесть? Это нет у него одного животного. Откуда? Ну, это уже... Да, написано, Господь Бог сотворил по образу и подобию своему. Ну, получается, он человек так же, если подобие своё. Подобие означает назначение. Свободен человек. Никогда не кончаемый. Он бессмертный. И обладает творческой энергией, как Бог. Он по своему подобию создал. Да. Ну, получается, он похож на человека. Тогда не о человеке речь идёт. У вас знания-то, ну, никакого. Вот зайдите в первый класс и человеку начните рассказывать об электронных исследованиях. Он ещё ребёнок, он ни одного слова не понимает. Я с вами разговариваю. Четыре, пять раз вы одно и то же сказали. Непонятно? Отодвинь в сторону. Ну, и его тоже кто-то вот сатана. Ну, и всё. Значит, ничего нету. Вот на этом вас сатана в капкан попал. Затолкал. Верующего никогда вопросов-то не возняю. А верующих на земле сегодня 92%. А 8% неверующие. Но на них падает 99,9% всех преступлений. Ну, каждый метр святого человека истинного. Знаете, если вы хотите больше узнать, больше узнать, зайдите на наш видеоканал. Ему равных нет в интернете. Вот я просто, например, приведу. Есть у человека зависть. Завидовать нельзя, это считается грехом. Кто-то когда-то завидовал. По-любому. Ну, зависть была у каждого. Это уже грех, потому что нет святого человека на земле. А вы недавно слышали? В Забайкальском округе Равиль Шамсудинов расстрелял 8 человек в армии. Срочник. И многих ранил. Вопросы все решились. А они над ним издевались. Насиловали там. Всё кончилось. Одна могила осталась. Ну, нет ни одного святого. Правильно, для этого Христос пришёл и умер за грехи людей. Евангелие от Яна 1.29 написано. Иоанн Креститель говорит, это картина Фретьяковской галереи, явления Христа народа Иванова. Вот агнец Божий, который берёт на себя грех мира. Он умер за нас и скупил нас жизнью своей. Я сейчас вот с вами, ну вот, общаюсь. Вы не успеваете думать, понимаете? Вы новое слышите? Над чем надо, говорит, размышлять, считать что-то, литературу. А вы сразу в ответ что-то говорите. Это характер женский дырявый. Нехорошо это. Легкомыслие. У вас не будет. Ну, рот закройте. Рот, когда у меня любой ребёнок знает, надо прикрывать, когда позеваешь. Даже это не знаешь. Ужас. Ну, да. Я начальник детского лагеря, созданно мною. 48 лет. Я знаю природу детей. Ну, в вашем поколении у вас так всё было. А сейчас 21 век. 21 век. Ещё вы в 21 веке создали. Покажите. Что вас создали? Ну, кому государство отдаёт? Кто им руководить будет? Как вы? Государством руководить? Ну, хорошо. Вы знаете президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И он стоит в церкви. Назвать верующим мы не можем. Но он стоит и кланяется, и зажигает свечи. А это что означает? Он навязан. А он сам говорит, когда в Норд-Осте захватили людей, вот там, шахиды подрывать. И он говорит, я впервые встал перед иконой и стал молиться. Что делать? Ни один человек МЧС, никто не ответит. Что делать? Газ пустить туда. Значит, рот прикрывайте рукой. Вот только сказал, у вас это вылетело. Значит, вы беспамятные уже доказываете. А такой вопрос берёте. Так, вы слушайте внимательно. Написано о том, что Бог премудр и даёт людям по мере Его разумения. А вы шагаете туда. А откуда Бог? Почему у меня этот вопрос не возник? А мне 81-й год. У каждого есть свой вопрос. Э, не всё. Я прошёл самую трудную историю, которую ещё докудано. За слово Божие меня сажали. Пять тюрем за плечами. В армии, подводный флот, ракетные войска, работа на море, проезд по всему миру. И однако вопрос никогда этот не возникает. Я знаю, Бог вечен. Если вы будете молиться семикратно в день Богу, которого не видите, потом смеяться над собой будете, что такие вопросы задавали. Молиться, а когда работать, когда всё делать? Заработались, похоже. Вы работу-то никогда не делали, что мне Бог позволяет делать. Я закончил строительный техникум, отправляют работать в органы МВД, прорабом. А когда уверовал, меня везде скинули. Я взял мастерок, молоток, кирочку, и поехал делать печи. Сторожом работаю государственной организацией, мне другой работы не даёт Советский Союз. А дальше работаю. И выработка всегда 300 процентов, 280. Две печи от пундамента до трубы. Каждый день две печи. Ну, я вот нигде не учился. Я езжу. Надо учиться. И я неплохо получаю. Учиться надо, и тогда Господь откроет больше. Вот в армии человека берёт. Вы в армии были ещё или не были? Он уже отслужил как 4 года назад. Ну, вот в армии сколько служили? Три. А где такое, что три? Сейчас три-то города нигде и нету. Ну, год срочки, если контракт. Ну, зачем считать? Я говорю, в армии конкретно. Контрактник можешь всю жизнь быть. Один год. А в наше время, в морфлоте, служили 4 года. Официально. 4 года. У меня дед тоже 4 года. Ну, и вот. И что? 4 года пропащие. Я так не считал. В это время занимаюсь исследованием всех политических систем мира. Самостоятельно изучаю несколько языков, разговариваю на них. Ну, видите, сейчас 21 век, всё по-другому. Век дураков, что ли? И сегодня есть умные люди. Век 21. Ну, хорошо. Хорошо. Вы такую книгу считали когда? Нет. Вы её в глаза не видали, не держали? А в эту книгу верят 2 миллиарда людей. А в Библию 2 миллиарда 200 миллионов. И вы умнее всех. Ну, я же говорю, сейчас 21 век. Ну, понятно. Всё пока. На этом отходим. До свидания.